Доверяйте своей интуиции, сохраняя доверие. Интуиция – частичное доверие, интуиция – критическое доверие, интуиция – давайте так это поставим. Вы сохраняете критическое отношение к науке, потому что без критического отношения к науке вы не увидите вот эти вот слепые пятна, которые могут возникать, когда вы слишком сильно профилируетесь на каком-то одном вопросе. Понимаю, что вам этот ответ не нравится, что такое интуиция. Он бы еще там, значит, сказал про чутье что-нибудь. Да, я как бы все эти тезисы сам могу сейчас озвучить, но я с вами как с человеком, который хочет услышать собеседника. Интуиция не помогает в полной мере понимать, как устроена система, тем более не позволяет ее описывать, но она позволяет видеть, еще раз повторяю, вот эти слепые пятна в науке и видеть недостаточность, сохранить критическое отношение к каким-то высказываниям, которые являются научными, но при этом не являются исчерпывающими. Интуиция – это что-то, на что нужно обращать внимание, на что все самые успешные политики полагаются. Обратите внимание, давайте я сейчас объясню, почему интуиция – это важно. Не существует, наука не смогла дать ни одного инструмента, гарантированно приводящего к успеху. Да, ни на выборах, ни поведение на дебатах, да, невозможно там поведение на дебатах расписать таким образом, чтобы всегда их выигрывать. Правильно? И чтобы их выигрывать на любую аудиторию. И это связано не только там с нехваткой эрудиции. Ты можешь, например, неправильно прочитать аудиторию, ты можешь неправильно прочитать собеседника. Там огромное количество факторов, которые зиждется на интуиции. И люди, которые умеют выдерживать вот эту грань между наукой, эрудицией, фактами и интуицией – это люди, которые наиболее успешно политикой занимаются. Политик не имеет права иметь тоннельное зрение, поэтому политик нуждается в экспертах, чтобы знать, что происходит в самых разнообразных областях. Но задача политика – вот это вот знание, полученное коллективными экспертами, складывать в одну общую картину и смотреть на нее немножко сверху. Конечно, да, интуиция – это генератор тезисов, которые надо проверить, ей нельзя доверять в полной мере. Но в ситуации нехватки информации, в ситуации непознаваемости окружающего мира, она позволяет заполнять собой лакуны в знании. Она это делает эффективнее, чем если вы будете апеллировать только к знанию. Это тоже тезис, который требует доказательства, который невозможно доказать. Я поэтому сказал, что вам не понравится мой ответ. Но пусть вам тогда понравится мой другой ответ. Общество описать невозможно. Возможно описать систему, которая существует в обществе. Я понимаю, насколько обидно это осознавать и насколько трудно себе в этом признаться. Если вы получили образование в советской русской школе, вам навязали вот этот дикий позитивизм, опознаваемости мира и, самое главное, опознаваемости социального мира. Это вообще от марксизма еще идет вся эта дебильная идея. Если вам тезис интуиции не нравится, пусть вам понравится тезис о непознаваемости общества. Можно описать систему, можно найти закономерности, идентифицировать некоторые правила, но они никогда не будут исчерпывающими. И когда я говорю «описать систему», я именно имею в виду, что описание системы позволяет вам понять некоторый набор правил. Социология – не бессмысленная наука. Просто вы должны осознавать пределы того знания, которое вы таким образом получаете. Потому что если в какой-то момент вам начинает казаться, что пределов у этого знания нет, что вы смогли описать систему, в этот момент вы становитесь глупее любого самого глупого дурака. Вот именно в этот момент. Не в момент, когда вы пытаетесь систему изучить, не в момент, когда вы пытаетесь идентифицировать какие-то правила и закономерности, а в момент, когда вы считаете, что этими правилами, закономерностями, вашим знанием система исчерпывается. Вот в этот момент, всё, вы превратились просто в болвана, в дурака. Ещё раз, если не социология, то чем их проверять? Проверять, конечно, социологии. Социология позволяет вам, ещё раз повторяю, идентифицировать какие-то закономерности, идентифицировать ошибки в своей интуиции. Это очень важно. С помощью социологии, с помощью науки, в том числе общественной, можно исправлять ошибки в собственных суждениях. Но их нельзя брать как исчерпывающую картину, которая описывает мир вокруг нас. Потому что как только вы это делаете, вы превращаетесь ещё в дурочка.